Бой, во-первых, поздравляем тебя с победой команды и с твоим первым голом в году. Забил уверенно, красиво. Как сам оцениваешь свою игру против сербской команды? Действительно, была хорошая игра. В первом тайме наша команда действовала отлично, стараясь выполнять требования нашего наставника. Скажу так, мы играем очень дисциплинированно. Конечно же, есть еще то, над чем нужно работать и улучшать свою игру, но в целом действовали неплохо. А по себе что я могу сказать? Важно то, что вышел на поле, и к тому же я забил. Принес пользу команде, это приятно. Матч получился довольно жестким. Много было борьбы, фолов, нервов. На твой взгляд, в такой сценарии игры это сказывается психологическая усталость от сборов или же сошлись действительно неуступчивые команды? По большому счету, это тот футбол, в который мы и играем. Мы и должны быть жесткими. Это элемент того, что мы можем напугать соперника. Показать, что им не будет легко играть против нас. Хотя стоит признать, сегодня у нас был достойный оппонент. Скажем прямо, не из пугливых. Так что страдали ноги, а временами и другие части тела, как у нас, так и у противника. Нервы и карточки? Ну, это сборы. В период подготовки очень часто такие моменты бывают. Все хотят себя проявить, отдаются максимально. Вот и случаются разного рода вспышки. Все отмечают, что сейчас кардинально другой подход в тренировочном процессе. Можешь поделиться своими ощущениями в работе под руководством нового тренерского штаба? Это очень хороший тренер, отличается от тех, с которыми мне раньше приходилось работать. Он использует разные системы в подготовке и нам, игрокам, такой подход по душе. Конечно же, все, и я в том числе, хотим как можно быстрее адаптироваться к новым требованиям и многому научиться. Думаю, что у нас все обязательно получится. У меня есть хорошее предчувствие, а оно меня редко подводит. Говорил ли с тобой в индивидуальной беседе Леонид Кучук? Если да, то чего он ждет Адеола в новом сезоне? Я только восстановился после травмы, даже можно сказать, что еще восстанавливаюсь, и тренер дает мне время, чтобы я постепенно вошел в тренировочный процесс команды. Он постоянно спрашивает, как у меня дела, интересуется многими деталями, так что мы часто общаемся, поэтому тренер в курсе всего, что сейчас со мной происходит. С учетом того, что ты много времени пропустил из-за травмы, оцени свое нынешнее функциональное состояние. Тяжело сейчас оценить свою готовность, скажем так, я в пути. И главное, как мне кажется, этот путь в поиске формы абсолютно правильный. Конечно, хотелось бы набрать максимальные кондиции и сыграть уже в первом туре, но это уже будет зависеть от тренера. По крайней мере, я стараюсь сделать все от меня возможное, чтобы тренер в меня поверил и поставил состав. Ты уже поставил для себя личные планы на футбольный год? Если не секрет, то каковы они? Каких-то конкретных планов на сезон у меня нет. Хочу просто играть и приносить пользу команде. Если каждый будет играть в свою лучшую игру и эта игра вольется в командный стиль, все у нас будет хорошо. А когда у команды все получается, тогда и нам, игрокам по отдельности, футбольная судьба может принести много приятных моментов.